Мы занимаемся обеспечением людей горячими и холодными напитками на мероприятиях, в парках, на улицах. В 2011 году, когда мне пришла идея создания этих кофеен, она базировалась на том, что я до этого занимался другим бизнесом строительным, и я ничего не понимал в торговле, и не понимал, по какому принципу выбирать места, какие локации хорошие, какие плохие. Я не хотел платить арендную плату, потому что понимал, что арендные платы огромные в Москве, и, скорее всего, они будут сжирать бизнес в какой-то форме. И мне пришла случайно абсолютная идея. Делал эти кофейни, которые давали мне право на ошибку в выборе места. Я мог приехать, уехать, попробовать тут, попробовать в другом месте. И позволяли, как мне казалось, в то время не платить арендную плату. И я слетал в Киев, посмотрел, как это работает там. Там это работало на очень таком примитивном уровне, и это было некрасиво, неаккуратно очень часто. А я хотел все-таки аккуратно сделать и красиво, чтобы это было обязательное качество, и это привлекало людей. Люди понимали, что тут, даже из машины, кофе будет вкусный. И я собрал первые две машины свои. Мне собрали ребята в Ростове-на-Дону. Пока мы открыли там юрлицо, пока там с гаражом, с товаром, с свечками, и получилось так, что мы выкатились на улицу какого-то 21 или 24 декабря 2011 года. Были как раз морозы, 20 с лишним градусов, и мне сотрудники говорили, Алексей, ну что, будем выезжать? Холодно, очень холодно. Я говорю, ребята, конечно, выезжаем и проверим работу сразу же в экстремальных условиях. Что у нас будет ломаться, открываться, не открываться, там, замерзать, не замерзать, да? Давайте, выезжаем. Мы выехали, встали, полдня мы стояли, люди мимо нас проходили, смотрели, но не подходил никто. И я понял, что люди просто боятся, люди не понимают. И мы стали просто угощать людей, всех подряд. Потом, значит, появилась следующая проблема, что люди стали узнать, что есть кофе, но в их понимании было, что кофе с машиной должно быть очень дешевое. И многие подходили и говорили, а у вас три в одном есть? Мы говорим, у нас, вы смотрите, у нас тут профессиональная кофемашина, она вся блестящая, она уникальная, в России вообще больше таких нет машин. Попробуйте кофе. Они говорят, да, вкусно. И постепенно вот мы создали приучать людей. До 14-15 года конкуренции не было вообще. Хороший старт моему бизнесу, дали митинги, которые были на Болотной площади, потому что мы были единственной компанией, которую пустили работать на Болотную площадь на митинг. Мы были полностью автономны, нам не требовалось электричество. Мы разместились в тех локациях, где не было электричества. У нас были бумажные стаканы, не травмоопасные, ими не зашибешь. И те люди, которые прошли там с демонстрации, вышли на митинг, они были, конечно, очень замерзшие, и им любой напиток горячий был просто в радость. Машина укомплектована профессиональной рожковой кофемашиной, профессиональной кофемолкой, системой аккумуляторов, которые подзаряжают и питают все оборудование. Машина укомплектована мебелью и ящиками, в которых хранятся отдельно продукции, стаканы, сиропы, ингредиенты все. В машине работает один сотрудник, он и водитель, и бариста. Он приезжает и сам работает на машине. Обучение сотрудника занимает два дня обучения и экзамен на третий день. Чтобы сегодня начать бизнес в мобильной кофейне, надо порядка 770-800 тысяч рублей. Оборудование машины вместе с машиной порядка 525 тысяч рублей. Это хорошая бушная машина до трех лет и переоборудование этой машины. Аренда места на два месяца с запасом 60 тысяч рублей. Аренда гаража на два месяца 12 тысяч рублей. Закупка сырья на первое время 50 тысяч рублей. Фот на два месяца 120 тысяч рублей. Оформление пэй и открытие расчетного счета порядка 5 тысяч рублей. Вложения на рекламу мы не делали и не требуется. Сейчас масса сайтов конструкторов, которые можно собрать самые быстрые. Группы в ВКонтакте, в Фейсбуке делаются своими силами бесплатно. Ну и плюс сарафайное радио. Главные наши покупатели, это, собственно говоря, два типа покупателей. Это молодежь, которые по каким-то причинам не хотят пить пиво. Кофе это все-таки вкусно и модно. Есть тренд на моду, что вот со стаканом кофе. Второй тип наших постоянных покупателей, это мамы с детьми, с маленькими, которые гуляют каждый день, которым хочется получить какую-то вкусняшку каждый день. Для них это такая маленькая цель выйти и пойти за кофе. Пик продаж, это конец апреля-май. Люди истосковались по слоу, выходят на улицу и радуются всему. А самые низкие, это ноябрь-декабрь, когда люди уже нагулялись, и им неохота ни под каким соусом гулять практически. Потом получается Новый год. Люди гуляют, уже выпал снег. Они уже привыкли к зиме и понимают, что в ближайшее время лучше не будет, а гулять хочется. Ну, по сути, с начала февраля начинается постепенный рост. Продажа буднего дня от 30 до 70-80 чашек в день. Продажа выходного дня от 150 до 200 чашек в день. У нас были мероприятия, когда одна машина продавала там и по 500, и по 700 кружек в день. Или продавала, или раздавала бесплатно. Ну, за счет заказчика, естественно. Стандартный пакет кейтеринга, кофе-брейка, это 15 тысяч рублей, в которые входит 120 кружек кофе. Любых. Это эспрессо, американо, капучино. На сегодняшний момент у нас 7 машин. Большинство машин на сегодня задействованы в службе кейтеринга. Мы работаем не только в Москве, мы работаем и по всей Московской области. На сегодняшний момент в парках стоят 4-5 машин в зависимости от погоды. Всегда одна машина в резерве. На случай поломки, ремонта, еще что-то. Задействовано порядка 15 человек, из которых 10 человек баристов. И 5 человек – это управляющие, снабжение, бухгалтерия, те, кто ремонтирует машины. У наших машин у всех есть сампаспорта. Они проходят где-то обработку в центрах. Сотрудники имеют медмешки обязательно. У нас и делаются прививки, и когда они выезжают, и проверяют, что они были пьяные, еще какие-то, еще какие-то. Это вот обязательные требования. Ежемесячные расходы на одну машину составляют порядка 194 тысяч рублей. Аренда места порядка 30 тысяч рублей. Фот – 60 тысяч рублей. Продукты составляют порядка 30-40% от выручки. Это порядка 70 тысяч рублей. На налоги уйдет 14-400. Гараж в месяц – 6,5 тысяч рублей. Бензин – около 8 тысяч рублей. И регламентная работа и техобслуживание машины – порядка 5 тысяч рублей. Выручка с одной машины составляет 250-260 тысяч рублей в среднем. Прибыль получается порядка 60 тысяч рублей. Общая выручка компании – 1,820 млн в месяц. Прибыль составляет около 460 тысяч. За этой прибыли платится зарплата управляющему, платится зарплата службы снабжения, бухгалтерия оплачивается, и оплачиваются расходы по складу и по логистике. Наиболее ходовой напиток – это капучино. Стоимостью 150 рублей. И давайте разберем его себестоимость. На продукты и ингредиенты – 43 рубля. Аренда – 18 рублей. Фот – 38 рублей. Налоги – 9 рублей. Гараж – 4 рубля. Бензин – 4 рубля. И техобслуживание машины – 3 рубля. Таким образом, себестоимость чашки капучино составляет 119 рублей. И итоговая наценка у нас получается – 31 рубль. На сегодняшний момент в планах развития – это служба кейтеринга, дальнейшее развитие. Это франчайзинг сети в регионах. Я знаю, что мобильные кофейни востребованы очень в других городах. И к нам часто обращаются с просьбой или франшизы, или научить, или просто бизнес поставить им правильно, даже чтобы сотрудники не воровали, чтобы логистика была правильной, чтобы закупки шли по оптимальным ценам, чтобы учет был и контроль. Это так получилось исторически. Когда был период активного роста, то тут мы делали 7 машин, и как-то структура под них сложилась. И нам на сегодняшний момент хватает и заказов, и всего именно под это количество машин.